Ночь субботы на воскресенье была самой долгожданной для всего христианского мира. Православные, протестанты, католики отмечали праздник Пасхи. Такое совпадение у разных религиозных конфессий происходит раз в несколько лет. Во всех российских храмах прошли торжественные богослужения с крестным ходом. Священники и прихожане славили воскресенье Спасителя. Праздничную ночь в храме Георгия Победоносца провела и наша съемочная группа. Репортаж Ирины Волокитиной. А наступление праздника Пасхи должны возвестить колокола в полночь. Но горожане стали заранее собираться в храме Георгия Победоносца. Только чтобы попасть на его территорию, необходимо пройти контроль. Полицейские досматривают прихожан металлоискателями. Праздник праздником, но безопасность превыше всего. Недаром говорится, береженого Бог бережет. Впрочем, ничего предосудительного у прихожан стражи правопорядка не обнаружили. Люди приносили с собой в основном куличи для освещения. Корзинки с ароматной выпечкой ставили на специальный стол возле входа в храм. И с нетерпением дожидались начала торжества. Это торжество, это большой праздник. Сегодня Пасхак напекли, выставили все на стол. Очень красиво, аромат такой по комнате пошел. Крашеные яйца. Все это как бы начало жизни. Для меня это так. Мне еще повезло, что при закладке именно этого храма я участвовал. Камень вы когда ставили. Это, наверное, в жизни христиан самое святое действие. Это символ чистоты, веры, любви к ближнему. Символ покаяния в грехах своих, очищения. Для меня лично это вообще великий праздник. В полночь, согласно традиции, все выходят из храма. Его двери затворяются. Перед священником прихожане несут хоругви, победные знамена церкви и икону воскресения Спасителя. Следом идет хор и молящийся со свечами. В процессе обходит храм и останавливается перед ним, словно перед погребальной пещерой Христа. И тогда происходит момент, которого верующие люди ждали с нетерпением. Постились ради этого духовного счастья. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ, Исущим, окобежий, Бог, дорогой. Святая ночь продолжается торжественным богослужением в храме. Хор поет праздничные каноны. После каждого из них священник выходит из алтаря и обращается к прихожанам с радостной вестью. Под сводами храма звучат такие древние, Но каждый год новые, жизнеутверждающие слова. Христос воскресе! Хористос воскресе! Хористос воскресе! Хористос воскресе! Хористос воскресе! Пасхальная литургия проходит во всех церквях, но самое важное для верующего человека – это богослужение в Иерусалиме. Согласно древнему преданию, на пустой гроб воскрешего Христа сошел благодатный огонь. С тех пор его схождение в храме гроба Господнего происходит ежегодно. Трудно прогнозировать, что будет, если благодатный огонь не сойдет. Для христиан это станет большой трагедией и предвестником плохих перемен. Несложно представить, с каким волнением его ждут люди. В этом году праздник воскресения Господнего совпал у трех религиозных конфессий. Пасху православную, католическую и протестантскую объединяет общая атмосфера радости, обновления, веры в спасение души. Праздник Пасхи наступил. Горожане радуются, поздравляют друг друга, освящают куличи. И вот сейчас стало известно, что в Иерусалиме сошел благодатный огонь. Он олицетворяет собой Божью милость на целый год. Ирина Волокитина, Кирилл Сементьев, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова